Всем привет! Друзья, ну какой же праздник без праздничных салатов? Поэтому в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить 4 салата на Новый год. Все салаты получаются оригинальными, красивыми, нежными и очень вкусными. Такие замечательные салаты будут чудесным украшением вашего праздничного новогоднего стола. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таких салатах. Обязательно ставим лайки и не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала вяленый чернослив заливаю кипятком и оставляю в таком виде на 5-7 минут. Блюдо, на котором вы будете подавать салат, я его немножко смазываю майонезом и сразу придаю форму круглой игрушке. Вареное куриное филе мелко нарезаю, выкладываю его на блюдо и покрываю майонезом. Яйца я уже заранее отварила вкрутую, отделила желтки от белков. На курицу на мелкой терке натираю яичные желтки и немножко их посолю. С чернослива я уже заранее слила полностью всю воду и дополнительно обсушила его на бумажных полотенцах от лишней влаги. Чернослив мелко нарезаю, выкладываю его на желтки и все покрываю майонезом. На чернослив на мелкой терке натираю вареную морковку, которую немного посолю и покрою майонезом. Сверху полностью весь салат покрываю натертым на мелкой терке сыром и обильно смазываю майонезом. Вареную свеклу на мелкой терке натираю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний сок. Игрушка у меня будет полосатая. Я уже зубочисткой вот визуально разметила, где у меня будут какие полосы. И первыми я формирую полосы из свеклы. Яичные белки, которые остались, я их натерла на мелкой терке. И теперь на другие полосы я выкладываю яичные белки. Сделаем хвостик игрушки. Для этого понадобится обычный лук и перо зеленого лука. У обычного лука отрезаем край. Немножко верхушку также срезаем. И теперь все убираем. Берем кусочек лука, который больше подходит. И зеленый лучок вставляем в обычный лук. Это у нас будет ниточка для нашей игрушки. Салат новогодняя елочная игрушка готов. Салатик получается ярким, красивым, нежным и изумительно вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата. И вы его приготовите. Для начала копченую курицу мелко нарезаю. Морковку по-корейски нарезаю на не слишком длинные полоски. Блюдо, на котором вы будете подавать салат, нужно смазать майонезом. Меня многие спрашивают, что за кульки я использую для того, чтобы наносить майонез. Это у меня обычные одноразовые кондитерские мешки. Я готовлю домашний майонез. Перекладываю его в мешок. И таким образом очень удобно наносить майонез. Ссылку на домашний майонез я вам оставлю в описании под этим видео. Первый слой копченая курица и покрываю ее майонезом. На курицу выкладываю морковку по-корейски. Морковку покрываю майонезом. Яйца я заранее отварила вкрутую. Отделила желтки от белков. На морковку на крупной терке натираю яичные желтки. Я их немного посолю и смажу майонезом. Плавленые сырки я слегка подморозила в морозилке. Они у меня полежали в морозилке приблизительно полчаса. Сырки я натираю на мелкой терке и покрываю полностью весь салат. Плавленые сырки покрываю майонезом. Яичные белки нужно натереть на мелкой терке. Синюю капусту я нарезала на небольшие кусочки. Ее нужно измельчить. К натертым белкам через ситечко нужно выдавить сок из измельченной капусты и все хорошо перемешать. Вот такие красивые, нежно-голубые у меня получились яичные белки. И теперь их выкладываю на салат. Украшать салат я буду снежинками, которые я вырежу специальными формочками из сыра. Сверху салат украшаю снежинками. Салат зимняя метель готов! Салатик по этому рецепту получается очень красивым, ярким, нежным и очень вкусным. Такой салат будет чудесным украшением вашего праздничного новогоднего стола. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. Для начала, куриное филе я отварила до готовности и оно у меня полностью остыло в бульоне. Также я уже заранее приготовила картофель пай. Подробный видео рецепт приготовления картофеля пай вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Когда все это подготовили, только тогда начинаем готовить салат. Итак, для начала, куриное филе нужно нарезать на не сильно толстые и не сильно длинные полосочки. Свежие огурцы и помидор нужно нарезать соломкой. Все подготовленные ингредиенты я переложила в миску. Сюда же на крупной терке натираю сыр, на мелкой терке натираю чеснок. Салат нужно немножко посолить и заправить майонезом. Я использую домашний майонез на молоке. Видео рецепт приготовления майонеза вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Я бы вам посоветовала приблизительно за 2 часа до праздника вот таким вот образом все подготовить. А собрать салат уже непосредственно перед подачей на стол. Итак, берем блюдо и на блюдо горкой выкладываем салат. На салат выкладываю картофель пай. Салат немножко украшу мелко нарезанным зеленым луком. Салат муравейник готов. Вот такой получается красивый и оригинальный салат. Он очень вкусный, хрустящий, сочный и в то же время очень нежный. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. Для начала лук нужно мелко нарезать. Лук я переложила в миску, заливаю его горячей водой и оставляю в таком виде на 5 минут. С лука я слила горячую воду, заливаю его холодной обычной водой и оставляю в таком виде еще на 5 минут. С лука я слила полностью всю воду и хорошенько отжала его от жидкости. Лук я пока отставляю. А сейчас желатин заливаю холодной обычной водой. Все хорошо перемешаю и желатин оставляю приблизительно на 15 минут. Нужно, чтобы желатин хорошенько набух. А сейчас грецкие орехи нужно мелко порубить. Слабосоленую красную рыбу нарезаю на небольшие кусочки. Яйца я отварила вкрутую, отделила белки от желтков. И теперь по отдельности на крупной терке нужно натереть белки и желтки. Весь сыр натираю в миску на мелкой терке. Желатин у меня хорошенько набух. Я его растопила на паровой бане. Желатин добавляю в майонез и все перемешиваю. Немного майонеза с желатином я добавляю к натертому сыру. И все хорошенько перемешиваю. Нужно, чтобы получилась эластичная масса. Вот такая у вас должна получиться сырная масса. Салат я буду формировать в форме для кексов. Размеры формы я вам напишу в описании под видео. Теперь на широкие бока формы и на дно я выкладываю сырную массу. Формирую основу для салата. Основу для салата я сформировала. Весь майонез, который остался, я переложила в одноразовый кондитерский мешок. Первый слой выкладываю грецкие орехи и покрываю их майонезом. Следующий слой яичные желтки, которые немножко посолю и смажу майонезом. Свежий укроп я уже заранее мелко нарезала. На желтки выкладываю укроп и покрываю его майонезом. Далее лук и покрываю его майонезом. На лук выкладываю рыбу и смазываю ее майонезом. Последний завершающий слой это яичные белки. Музыка Белки я хорошенько подровняла. Я их немножко посолю. И теперь все смажу майонезом, который остался. Музыка Салат я полностью сформировала. Накрываю его пищевой пленкой и отправляю в холодильник как минимум на 6 часов. Но лучше всего на ночь. Музыка Салат я достала из холодильника. Очень аккуратно перекладываю его на блюдо и убираю пищевую пленку. Музыка Сверху салат присыпаю мелко нарезанным свежим укропом. Музыка Сверху салат украшаю красной рыбой и грецкими орехами. Музыка Праздничный салат императрица готов. Вот такой получается замечательный, нежный и очень вкусный салат. А посмотрите, как он красиво смотрится в разрезе. Такой салат будет чудесным украшением вашего праздничного новогоднего стола. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами Ланташа Пархоменко, смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!